Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 7000-летняя крепость Багеша и другие исторические здания города освещены ночными огнями. Самые старые деревья Фисташки в Киликии. Джавах Кафтега займется уборкой снега в Ахлакелаке в 2020 году. Вашингтон призывает Иран прекратить обогащение урана Фордо. Ереван вошел в число 20 горячих туристических направлений 2020 года по версии SweetCaseMag.com. Выставка армянский эпос от слова к образу. Крепость Багеша, которой около 7000 лет, башня которой достигает высоты в 56 метров, была снабжена ночным освещением благодаря усилиям Министерства культуры и туризма. Губернаторство Багеша и муниципалитета. Великолепный исторический замок, дошедший до наших дней, очаровывает зрителей своей великолепной теперь и ночью. В Киликии начались работы над 15 фисташковыми деревьями возрастом примерно в 250 тысяч лет. Согласно сообщениям, исторические фисташковые деревья находятся в деревне Чукурово в Киликии. Командой сельского и лесного хозяйства провинция занимается изучением деревьев, растущих в этом районе. По их словам, возраст 15 деревьев варьируется от 250 до 1000 лет. Известно, что средняя продолжительность жизни фисташковых деревьев составляет 100 лет, в то время как 800-летние фисташковые деревья были найдены в селе Айнтап-Кюбек. Некоторым из деревьев, растущих в Киликии, может быть 1000 лет. В 2020 году дороги в городе Ахалкиалаки и в селах муниципалитета будет обслуживать компания ООО «Джавахк Автогаз». Компания ООО «Джавахк» выиграла тендер на уборку снега и засыпку реагентов на улицах Ахалкиалаки и на сельских дорогах в 2020 году. На данный момент идет оценка документов. Сумма тендера составляет 97 997 лари, при первоначальной сумме – 99 998 лари. Общая протяженность обслуживаемых сельских дорог – 174 километра. Предусмотрено очистить дороги сел Бавра, Дейлиска, Давня, Орджа, Азаврет, Алтуман, Ханду. Согласно тендерной документации, компания обязуется проводить работу до 31 декабря 2020 года. Постпред США при ООН Кэлли Крафт призвала Иран немедленно прекратить обогащение урана на объекте Фордо. «Иран изначально построил Фордо как укрепленный подземный бункер для секретного обогащения урана. Нет ни одной законной причины для Ирана, чтобы продолжить обогащение на этом объекте», – отметил Крафт. «Иран должен немедленно прекратить свою деятельность по обогащению урана там», – добавила она. В 2015 году шестерка – Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении совместного всеобъемлюющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Ереван вошел в число 20 горячих туристических направлений 2020 года. Как сообщает Армен Пресс, список составлен sweetcase-mac.com. Столица Армении является единственным городом СНГ, который включен в список. В Ереване есть традиционные таверны, которые полны местными жителями и конкурируют с кабаками европейского стиля. Здания советских времен несут современные конструкции. Столица Армении – город контрастов и довольно активный. Откройте для себя это место рядом с танцующими фонтанами на площади республики. Это лучший способ познакомиться с городом, пишет сайт. В число 20 горячих туристических направлений вошли Чили, Англия, Португалия, Портленд, Сенегал, Дакар, Канарские острова, Австрийский Зальцбург и другие. В филиале Национальной картины галереи Армении в Доме музея Арас Аркисяна и Акупа Куджуяна сегодня откроется выставка «Армянский эпос». От слова к изображению. На выставке будут представлены около 50 живописных и графических работ, шаблоны, то есть клише, изображения, заглавных букв, заглавия, титульные листы различных изданий эпоса, экспонаты из коллекции. Национальная картина галереи Армении, Дом музея братьев Орбели и Музея истории Армении. Также отзывы в прессе на мероприятия по случаю Тысячелетия эпоса. Сотрудница отдела армянской живописи, куратор выставки Заруи Диланянов в беседе с АА рассказала, что эпос «Сосна Церер» или Давид Сосунский, родившийся в глубинах Тысячелетней истории Армении, окончательно сформировался в VII-XIX веках из устных народных преданий. Из сохранившихся эпизодов были созданы коллективные образы героев, поднявшихся на справедливую борьбу против врагов, самым совершенным из которых является Давид Сосунский. Каждый художник представлял свою исключительную интерпретацию эпоса. В произведениях Акопа Коджояна, Сатрака Рамшачана, Ерванда Кочара и других образы отличаются различными художественными решениями. Однако всех объединяет стремление передать эпический дух армянского эпоса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сосна Аэх Карвиль. Акопа Коджояна, Сатрака Рамшачана, 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова